23 года звезды кино встречаются на площадках в разных городах России для того, чтобы оценить актерскую работу. География фестиваля «Созвездие» широка. Три года задержался в Орле. Все началось с торжественного открытия конкурсной программы 23-го Международного фестиваля актеров кино. Конкурсный фильм «Наследники» режиссера Владимира Хатиненко показали в Орле 12 августа. Первооткрывательницей «Созвездие» 2016 стала Людмила Чурсина. Знаете, я в Орле была очень давно, так долго не живу просто, и порадовалась, как преображается город. Я хочу передать вам привет от всех участников фестиваля. На память об этом кинофестивале из Орла Людмила Чурсина увезла именное кресло – подарок от орловчанина. Председателем жюри кинофестиваля в этот раз снова был Валерий Баринов. Орловчане ходили на фестиваль ради встречи с мэтром-земляком. Я вам должен сказать, что сейчас появилось очень много молодых артистов, которые то, которые замечательные актеры. Первопричиной «Созвездия» всегда является кинопоказ конкурсных работ. Орловчане посмотрели 11 фильмов, а жюри определило победителей в 8 номинациях. Я член жюри. До этого был опыт быть членом жюри в дебютных работах. Дело очень сложно, очень ответственно, и иногда не хватает, конечно, терпения. Но здесь повезло, здесь достаточно большое количество интересных работ, которые я посмотрел с удовольствием. Наверное, если бы я не был бы занят в таком виде, то, наверное, какие-то работы я, может, даже и не увидел бы. В составе жюри были 5 человек. Они не только оценивали работы коллег. В этом году впервые фестиваль расширил свои границы. Актеры были с визитами в Ливнах, Болхове, Мценске. Пели песни, читали стихи и просто общались со зрителями. И мгновение счастьем закружит, заставит верить терпеливо, пока сухая явь отлива надежды дно не обнажит. На творческой встрече с Валерием Бариновым яблоку было негде упасть. Сидели даже на полу. Маленький зал кинотеатра «Победа» не смог вместить всех желающих. Каждый раз это для меня определенного рода мука. Да, я бы так сказал, сладкая, но мука. Каждый раз, когда меня приглашают на какой-нибудь сольный концерт, я говорю, а скажите вашу программу, ваш репертуар. Я говорю, я не знаю. Как вы не знаете? Я говорю, вот выйду, увижу зал. Думаю, буду с ними разговаривать. Кстати, актеры фестиваля «Созвездие» в этом году встречались не только со взрослой публикой. Оксана Сташенко, например, исполнительница роли Жанетты из «Возвращение Мухтара», вела разговор с детьми. В форме игры актриса попыталась объяснить им, сколько людей заняты в съемках одной картины. Спасибо организаторам, спасибо тем взрослым, пионервожатым, воспитателям, учителям, которые сегодня сами выходили, сами принимали участие, потому что они авторитеты для этих ребят. Замечательно, прекрасно. Вот оказалось, что у меня здесь уже и друзья, Глеб, с которым мы встречались в прошлом году. Ну вот, уже получилась традиция. Глеб, привет. Закрытие кинофестиваля было волнительно для самих актеров. У жителей областного центра же была другая радость – селфи со звездой. Я думаю, что жюри оценят достаточно справедливо, хотя у них задача невероятно сложная, потому как наши артисты, отечественные, российские артисты, я считаю, они лучшие в мире. Да, на этот раз были приятные сложности. Было из чего выбрать. Было кому с кем соревноваться, так сказать. Хотя я не люблю момент творческого соревнования, просто считаю, что творчество каждого художника настолько индивидуально, что, говорит, один прыгнул выше, другой прыгнул ниже. Нет. Кино может быть плохое и хорошее, и все. За лучшую главную мужскую роль награду присудили и Андрею Мерзликину за фильм «Зеленая карета». Главная женская роль, по мнению жюри кинофестиваля «Созвездие» Ольги Азалапини за фильм «14+. Сергею Качанову досталась награда за лучшую мужскую эпизодическую роль в фильме «Наследники». За этот же фильм статуэтку получила и Агриппина Стеклова. У нее лучшая женская эпизодическая роль. Мужской дебют у Глеба Калюжного, фильм «14+. Женский дебют у Марии Коровиной, фильме «Охрана». Лучшая мужская роль второго плана у Дмитрия Марьянова, фильм «Норвек». А женская роль второго плана у Ольги Остраумовой за фильм «Подлец». Когда первый раз получаешь награду, к тому же из рук Игоря Петренко, говорила молодая актриса Мария Коровина, чувства переполняет. За таким напутствием и в «Орел» можно еще раз приехать. Конечно, мы что-то увидим, но больше всего запомнилось, конечно, это тепло людей. Ваше большое сердце, ваши улыбки, глаза, ваши искрения. Спасибо вам большое. У Ольги Остраумовой награда не первая, но волновалась актриса не по-детски. Когда-то на съемках фильма Валерий Баринов спас ей жизнь, а теперь вручает заветное пламя актерской страсти за роль второго плана. Я уверена, что совершенно правильно Валер сказал, что все, наверное, номинированные актрисы на эту роль должны были его получить и могли получить. Тем более я счастлива, что это происходит в «Орле», и тем более я счастлива, что эту роль мне придумал сын в своем дебютном фильме. Конечно, для актеров созвездие – это некое подведение итогов работы. Для нашего же региона культурное событие российского масштаба еще и в год кино. Это наши любимые артисты, кинорежиссеры, мужественные мужчины-актеры, красивые, очаровательные российские актрисы и замечательные российские фильмы. Трижды фестиваль проводится в «Орле». На открытии поговаривали, что в четвертый раз его не будет, но первый замгубернатора Александр Бударин пригласил актеров приехать еще. Зал поддержал. Я понял, что участникам фестиваля у нас понравилось, и я от вашего имени хочу их пригласить к нам и на следующий год. Убежден, что это счастье продлится долгие годы, и я согласен. Мы от имени законодателя власти Орловской области вас приглашаем на нашу гостеприимную землю. Давайте всех жителей радовать. Радовать зрителя – это ведь то, для чего мы работаем, звучало не раз из уст актеров, выходящих на сцену во время церемонии закрытия кинофестиваля. Сердце мое услышало только одно. Оно услышало вашу любовь к артистам. Спасибо вам. Любовь к фестивалю, спасибо за приглашение на последующие годы пребывать у вас в счастье и в радости. Спасибо, что вы ходили на просмотры фестивальной программы, спасибо, что вы были на открытии, на закрытии, потому что все, что мы делаем, вот мои коллеги, сидящие в зале, мы все делаем ради вас, ради зрителей. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».